Всем привет! В эфире программа Овертайм с очередной порцией спортивных новостей и с вами я, ее ведущий Максим Исаенко. В минувшие выходные на площадке детско-юношеской спортивной школы прошел турнир по боксу на призы Полевской коммунальной компании, в котором приняли участие 124 боксера из 10 городов Свердловской, Челябинской областей, а также команда Туркмении. На торжественном открытии соревнований с приветственным словом обратились генеральный директор Полевской коммунальной компании Лариса Потапченко, директор детско-юношеской спортивной школы Лилия Гаврилова и шеф полевских боксеров Михаил Шмелев, который приготовил призы за волю к победе и за лучшую технику бокса. А это, несомненно, мотивирует ребят. Уже второй год проводился турнир по боксу на призы ПКК. Благодаря поддержке коммунальщиков еще одной спортивной традиции стало больше. Полевская коммунальная компания ежегодно участвует в поддержке развития детского спорта. И вот это один из тех мероприятий, где мы являемся спонсором. Надо сказать, что мероприятие достаточно масштабное и это радует. Спортсмены из 22 клубов вели темпераментные жаркие поединки, делясь своим опытом и мастерством школ бокса разных регионов. Нашу сборную представляли три клуба тренеров Евгения Пешихонова, Алишера Рахимова и Андрея Галимова. Для полевских боксеров такое соперничество стало огромным опытом. Ребятки наши настроены, то есть психологически, морально готовим только на победу соответственно. Но я внушаю, что даже если проиграешь, надо проиграть достойно. Не стыдно было посмотреть в глаза тренеру своему и родителям. Есть такие бои. Уровень мастерства бывает другой или так или иначе. Но тем не менее, всегда нужно идти к первому месту. Особо отличились Буньот Мамиржонов, который одержал безоговорочную победу. Владимир Соколов показал характер и волю к победе. Владимир стабильно хорошо выступает на всех турнирах, как на домашних, так и отлично проявляет себя на выезде. А это уже порядка 10 турниров в сезоне. Станислав Ильиченко за последние 12 боев не проводит более одной минуты в ринге. И на этот раз не дал сопернику ни единого шанса и одержал яркую досрочную победу. Ребята все будут награждены, получают подарки, призы. То есть у нас соревнования являются одними из лучших во всем Уральском регионе. Не говорю, что в Челябинской области. Но тем не менее, призы великолепные у нас всегда. Огромные кубки, грамоты, медали. Все получают ребята. А также призы за лучшую технику, за волю к победе. То есть призовой фонд очень большой. Также отлично проявили себя Андрей Хромцов, Савелий Викулов, Роман Нардинов, Евгений Киберев, Дмитрий Корнеев, Лев Кузьмин, Илья Винокуров. Мне нравятся соревнования. Я люблю в них участвовать. Для меня соревнования – это как вторая жизнь. Хочу поблагодарить Евгения Печхонова. Занимаемся летом. Тренировки нужны. Соревновательный сезон на домашнем ринге завершен. Но на выезде турниры еще будут проходить. И полевчане, несомненно, будут радовать болельщиков успешными выступлениями в других городах и регионах. А также по традиции не прекращаются тренировки даже в летнее время. Мы вот все лето будем тренироваться на улице, то есть на спортивной площадках города. И приглашаю всех желающих стать лучше, сильнее, активнее, эрудированнее, умнее, к чему я говорю, что приходите заниматься в секцию бокса. Полевчанин, мастер спорта международного класса Алексей Спирин стал шестикратным чемпионом России по кикбоксингу в разделе К1 – самый жесткий из всех разделов кикбоксинга. На проходившем в Ялте чемпионате Алексей в своей весовой категории до 51 килограмма шестой раз подряд победил всех соперников и по праву завоевал золото. Провел три боя. Первый бой соперник был из Якутии, второй из Ульяновска и в финале боксировался спортсменом из Воронежа. Первый бой выиграл уверенно, второй бой тоже выиграл хорошо, но соперник был серьезный. На каждый бой, на каждого соперника выбирали свою тактику, вот все получилось, всех выиграли, заняли первое место. «Радует, что несмотря на свой высокий статус и титулованность, мы с Алексеем каждый год начинаем, как можно выразиться, с чистого листа. После Нового года проводим работу над ошибкой и готовимся, как будто готовимся в первый раз на чемпионате России. И, наверное, это и помогает нам быть лучшими в своей весовой категории. И в финале отрадно, что опять встретились с мастером спорта из Воронежа Сергеем Береком. Если в том году Алексей провел все три раунда напряженного боя, то в этом году во втором раунде в красивом прыжке, если так можно выразить, с ударом колена в голову, Алексей досрочно завоевал победу. И этот бой признан одним из самых зрелищных чемпионатов России. Ну, могу только порадоваться за своего спортсмена и думаю, что который чемпионат Европы нам предстоит преодолеть в октябре в Словакии, конечно же, мы будем ставить для себя задачу победить в данном чемпионате Европы. В 2014 году в Бильбау Алексей уже завоевал победу на чемпионате Европы. Будем стараться выиграть и на этом чемпионате Европы. Дай Бог, чтобы у нас все получилось. Не расслабляемся, готовимся дальше. В течение трех дней с 20 по 22 апреля во Дворце спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода проходил ежегодный семинар по изучению техник Айкидо, который третий год проводит куратор Полевского клуба Айкидо Александр Пастухов, пятый Дан Айкикай Айкидо, президент Фонда развития Айкикай Айкидо Яматы и Санкт-Петербурга. Подобные обучающие семинары позволяют развивать мастерство полевским айкидоистам. Предыдущий семинар по Айкидо прошел в Полевском в октябре прошлого года. За это время уровень занимающихся заметно подрос, да и количество айкидоистов в нашем городе увеличилось. Появилось много новых лиц. Теперь на занятия приходят целыми семьями. Это сколачивает, сближает семью, потому что у них есть общий интерес. И это очень здорово. А потом есть еще одна простая вещь. Когда они на татаме, сын смотрит, папаша, ты что-то тут ошибаешься. Папаша смотрит, блин, да сын-то у меня лучше делать, надо подтянуться. То есть это стимулирует людей еще для продвижения своей, как говорится, и физических возможностей, и каких-то там умственных, духовных, каких угодно. В некоторой семье по четыре человека даже есть. Но основная моя радость, что мне наконец-то удалось создать группу взрослых людей. Сейчас шесть человек ко мне стабильно ходят, им это нравится, я планирую это развивать. Они здесь, на этом семинаре. Вот это моя основная радость. Ну и соответственно, что все, кто раньше ходили, они продолжают ходить, присутствуют на этом семинаре. В этот раз семинар был посвящен не только технической составляющей тех или иных приемов. Президент фонда развития Айкикай Айкидо Ямато Александр Пастухов пытался донести до полевчан тонкости техники Айкидо. Бездумное выполнение копирования, так сказать, оно, как правило, не приносит хороших результатов. Когда я всегда говорю так, человек, если он понял, он никогда не забудет, но если он запомнил, он может забыть. И вот я как раз в этот раз их больше посвящал вопросам не запоминания, а попытки донести понимание. Чтобы человек понимал, почему он это делает, какие логические связи происходят, почему он двигается в эту сторону, а не в эту, не потому что ему так показали, а потому что иначе в другой стороне его ожидают большие неприятности. Более 20 полевчан, присутствующих на семинаре, впитывали тонкости изучения Айкидо. Раз, руки положил, теперь смотри, что я делаю, я освобождаюсь, освобождаюсь, видишь, да, что, пожалуйста, можно атаковать, да. То есть в процессе учебы я преподаю как бы на своем уровне, да, но приезжает человек, который намного-намного больше у него знаний, опыта, он передает этот опыт и мне, и моим ученикам, то есть это очень большой рывок вперед для нашего клуба полевского. Напомним, что в Айкидо нет соревнований, так как нет непосредственно поединков, поэтому оттачивать и совершенствовать свое мастерство и получать драгоценный опыт айкидоисты могут как раз благодаря таким семинарам. Во всех боевых искусствах есть своя философия, а Айкидо не исключение. Здесь нет задачи разрушить тело противника, а стоит цель разрушить его агрессивные действия. Мы встаем вдвоем, работаем, что это маленький конфликт, это маленькая война, мы должны действовать по законам военного времени, да, но мы, люди, которые не хотим сильно, чтобы люди пострадали, мы делаем простую вещь, мы его не убьем и не убиваем, мы его укладываем, пытаемся мирным путем далее разрушить, но создав ему условия, когда у него все-таки наши аргументы более сильные, и может он встанет на нашу сторону, на нашу позицию и скажет, давайте перестанем воевать, драться или еще что-то. То есть это возможность, опять-таки, не только себя воспитать, но и, может быть, помочь перевоспитаться кому-то другому. Очередной обучающий семинар по Айкидо в Полевском снова удался, и теперь все, занимающиеся этим видом восточных единоборств, с нетерпением ждут осени, когда должна состояться следующая встреча с Александром Пастуховым. Новости не только спортивные вы всегда можете узнать на наших сайтах. channel11.ru и bajopal.rf На этом у меня на сегодня все. Продолжайте смотреть овертайм, болейте за наших, занимайтесь спортом. Пока!